Сегодня я отправился на прогулку по Белграду, а именно по району Земун, потому что здесь есть несколько интересных мест, в том числе смотровая площадка, с которой виден, ну пусть не весь город, но значительная его часть. Итак, в путь. Я шел вдоль реки, вдоль Дуная, а вдали виднелась Белградская крепость. Дорожка шла в нескольких метрах от воды, так что вокруг было очень зелено, а в тени деревьев встречались различные кафе, рестораны и места для отдыха. Пройдя немного дальше, я заметил, что мне стало попадаться уже меньше шумных мест и ресторанов, но зато началось то, чего я вообще не ожидал увидеть. Справа от меня был спуск к воде, но свободного места там было бы найти очень трудно. Потому что все свободное прибрежное пространство занимали плавучие отели и хостелы. Задумка действительно интересная, потому что живешь на воде, вдали от городского шума, но и не в глуши. Из окна у тебя всегда вид на реку, где ты можешь посмотреть на проплывающие лодочки. В общем, красота. Слева от меня были зеленые лужайки, на которых можно было полежать, отдохнуть, ну или побегать. А среди них иногда встречались велодорожки или дорожки для бега. Так что привезти выходные здесь, как мне кажется, одно удовольствие. Часто встречались фонтанчики с водой, скамеечки, на которых можно было уютно посидеть в тени деревьев и почитать книгу, например. Так что в плане благоустройства здесь было все супер. Такой пейзаж окружал меня достаточно долго, но через некоторое время лужайки сменились кафешками и другими местами развлечения, а плавучие домики – пристанью с лодками, яхтами и другими плавательными средствами. Хотя несколько сотен метров спустя дорожка превратилась в тенистую аллею со скамейками для созерцания воды и природы. Ну а мне пора уже было сворачивать от реки обратно в город, потому что уже где-то здесь рядом была первая достопримечательность, которую я искал. Это старая башня, которую можно было бы использовать как смотровую площадку. Я свернул на первую небольшую улочку и попал внутрь города. Ну и все, где-то уже вот здесь вот рядом должна быть эта башня. И мне кажется, что я иду вот прям 100% в правильном направлении, потому что здесь началась вот такая вот мощеная дорожка. И еще смотрите, какой здесь люк. Я шел точно в нужную сторону, так как подъем становился все круче и круче, а улочки все живописней и живописней. Ну а в просветах между домами можно было увидеть, как высоко я уже поднялся. И вот я наконец-таки дошел. Вот эта башня, вон она. Она стоит на такой горке, на холмике, точнее, и поэтому... Ну и плюс эта башенка. И поэтому с нее должен открываться самый такой вот отличный вид на город и на приближающие районы. И я туда хочу обязательно подняться и посмотреть. Так что давайте поднимаемся и идем вот туда, вот на самый верх. Но перед тем, как подняться на саму башню, я решил посмотреть на город вот с такой смотровой площадки у ее подножия. Потому что, во-первых, ну почему бы и нет, а во-вторых, впечатление нужно получать порционно. Так что сначала я посмотрю отсюда, а уже потом поднимусь выше, решил я. Ну а вид здесь был просто шикарный. Был виден Дунай, домики с красной черепицей и остальной горы дальше за ними. Красота такая, что аж дух захватывает. Ну а теперь поднимаемся выше. Так, ну все, я захожу. Сюда идет такая бринтовая лесенка маленькая. Вход, кстати, стоит сюда 200 динар, то есть он платный. А мы сейчас поднимаемся вот по вот этой вот лесенке на самый-самый-самый-самый верх. И оттуда уже будем смотреть. И вот я наверху и сейчас здесь откроется прям суперский вид на весь город. Вот это вот действительно круто. Особенно в жаркий день, когда здесь немножечко еще на высоте ветерок обдувает. Вообще прям супер. Кстати говоря, по поводу кирпичиков. Здесь они, ну во-первых, такие цветные, достаточно интересные. А еще большую атмосферность добавляет то, что вот здесь вот на кирпичиках еще всякие такие вот. Ну и кирпичики здесь были тоже непростые. А все в надписях и автографах тех, кто здесь бывал. Свой я, конечно же, не оставил. Ну а место это называется башня Гордош или башня Тысячелетия, ну или башня Миллениум. Так что вот так вот такая вот здесь башня и на нее, мне кажется, ну действительно стоит сходить. Ну окей, башню я посмотрел. Теперь нужно идти дальше. Ведь следующее место, которое я хочу посмотреть, это очень красивая лестница. Нет-нет-нет, это еще не та лестница. Та лестница должна быть еще лучше, хотя это место тоже живописненькое такое. Здесь тоже можно отлично, не знаю, там, сделать фотографию, либо как-то прогуляться, посмотреть. Это самая обычная лестница, которая спускается вниз туда, потому что здесь такие большие иногда склоны. И поэтому только пешеходная вот такая лестница здесь может быть. Машины ездят вот так вот в объезд, чтобы нормально спуститься. Это я еще просто все еще иду к той лестнице, которую я хочу посмотреть. Ну и вот та лестница, ради которой я шел. Может быть, выглядит она точно так же, как предыдущая и ничем особо не отличается. Но я сейчас расскажу, что интересного в этой лестнице. Это лестница из 128 ступеней, на которой изображены имена известных людей, рожденных в Зимуне. Включая художников, поэтов, музыкантов и спортсменов. Окрашена она в зеленый и синий цвет. Цвет герба Зимуна. По легенде, жители этого района были вдохновлены подобной лестницей в Бразилии и хотели, чтобы в их городе тоже было что-то такое уникальное. Так что вот такая здесь получилась лестница, а на самом верху есть небольшой скверик, за которым дальше продолжается город. Кстати, здесь недалеко есть еще одно место, которое можно глянуть одним глазком. Это высокое и необычное здание. Куда я и отправился. Ну и вот, я на месте, я говорил вот про вот это вот здание. Оно очень странное, сейчас я сбоку его покажу. В общем, я даже не знаю, вроде небоскреб, а вроде и нет, и выглядит как-то странно. И вроде и необычная форма, а вроде как и суперкрасивым его не назвать. В общем, такое вот очень странное строение. Наверху немножечко башенку какую-то аэропортовую напоминает. В общем, я даже не знаю, что думать о нем. Мне показалось немного необычной формы этого здания. А башенка на крыше напомнила мне вышку в аэропорту. Но несмотря на всю его странность, почему бы ему и не быть таким? А вы что об этом думаете?